Еще раз всем здравствуйте, дорогие друзья! Добрый день! Мы продолжаем смотреть европейские квалификации, которые начались только сегодня. Групповой этап. Интернешнл, конечно, восьмой. Комментирую для вас Морталис Лемисит. И на повестке дня у нас следующая встреча для команд Team Singularity и Blink Pool. Это первые их матчи в рамках этих отборочных. И смотрю я на команду Blink Pool, и что-то мне прям нравится их составчик. Мне кажется, они могут выстрелить на этих квалах. Я думаю, все эти никнеймы вы прекрасно знаете. И желательно, конечно, им начать этот день с победы. Вот те же поляки только что проиграли, хотя являлись, наверное, фаворитами в той встрече. Как я уже говорил на первой карте, европейские квалификации могут получиться самыми интригующими с той точки зрения. Потому что смотришь на состав участников и вообще не знаешь, а кто здесь фаворит. Ну, то есть многие поставят на OG, но мне вот как-то не кажется. Да, команда Blink Pool — это ребята, которые играли вместе уже. Это Низери. Бывший игрок, все же, стоит напомнить, коллектива. Evil Geniuses, соответственно, тот же самый Saxe довольно-таки недавно заменял в коллективе Optic Gaming на роли четверки. Ну и мы с вами сейчас будем смотреть за всеми этими ребятами. Мадара, собственно, это парень, который выигрывал вообще. Занимали очень неплохие места они с греческой командой. Да, топ-2 на мажоре, на мажоре от Valve, на секундочку. Это мажор, который был, наверное, даже чуть более значим, чем те мажоры, которые мы с вами видим сейчас. Ну и как-никак, сейчас все эти ребята собрались вместе. Эдакий микс, микс довольно неймовых парней, которые имеют довольно-таки неплохой скилл личный. Так что мы с вами сейчас будем смотреть, каким же образом эти парни сыграются в целом. Вообще это похоже, знаешь, как будто всех бросили, всех покикали. Это похоже на Flight to Moon. И они просто собрались, обиженные жизнью, наказать всех. Будет вообще ирония судьбы, если Flight to Moon прошли на Инд Блинк Пул, вдруг пройдут на Инд. Это же реально красивая история, когда игроки, которые оказались ненужными где-то еще, вдруг вытворяют вот такое. Мизери Капитанит и здесь. Ну, он Капитанит практически везде, где играет. Это абсолютно нормальная практика, сильный саппорт, который все-таки вице-чемпион Интернешнл. Далеко не всем подобный титул доставался на просцене. Инвокер уже есть у Блинк Пул. Это как минимум любопытно. Вообще пик не самый стандартный. И мы сразу с тобой комментируем Южную Америку и видим, насколько Европа отличается в плане драфтов. И Виномайнсер, которого там мы не видели, и Леон в Европе уже не первый. Намного более разнообразно. Инвокер. И Инвокер, кстати, появлялся сегодня уже на первом стриме буквально. Он выиграл, кстати? Я точно не помню, выиграл он или проиграл, но точно был, потому что там трет у нас сегодня будет на стриме. Ему пообещали сказать, что вот был же Инвокер. Очень любит играть на Инвокере. Сам, конечно, отлично на этом персонаже. От игры вы ни в коем случае не сомневайтесь в скилле этого персонажа. Появляется Луна для команды Блинкпул. Уже стоит отметить, что теперь есть чем ломать твера. До этого действительно была проблема с этим, потому что Клокверк не дамажит Виномайнсер. Не то, чтобы очень сильно дамажить Тавер. Тем не менее, да, Инвокер, конечно, с Лакрити может что-нибудь предоставить. Но, на мой взгляд, этого недостаточно. На мой взгляд, хотелось бы все же иметь какого-то кора, который действительно может стоять довольно-таки долго. И бить этот тавер, танковать, чтобы все получалось неплохо. Ну, в общем, понятна здесь, скажем так, идея команды Блинкпул. Эти парни хотят выиграть линии. Эти парни хотят начать агрессировать уже в мид-гейме. И пик рассчитан на мид-лейт-гейм. Я бы даже сказал, конечно, в early они тоже довольно-таки неплохие. Но никакого фастпуша здесь не намечается. В early гейме им будет тяжело, потому что смотрю я на всех героев и вижу, какие они уязвимы. И насколько они... Брудмазер. Вот это поворот. Насколько эти герои вообще слабые против Эмбера могут быть в той или иной степени. Потому что Эмбер любит таких вот хиленьких товарищей, на которых он прыгает. Просто сжигает их. И вот эта бруда ласт пиком. Вот сколько говорится сейчас про важность первого пика. Но насколько же часто команды, которые пикают последними, оказываются в более выигрышной ситуации. То есть опять бруда, против которой нет героя хорошего, который может простоять против него линию. Против нее линию. Луна? Нет. Инвокер на старте нет. Виномансер? Ну, тем более. Вообще ни один из героев. Бруде не делает ничего. Там первые минуты эта бруда может стать большой угрозой для BlinkPool. Им придется теперь что-то думать. И вообще не удивлюсь, если они как-то линии нестандартно поставят. Потому что пока вообще не ясно, куда эта бруда пойдет. В легкую, в мидл, в сложную. Можно делать что угодно. Знаешь, очень похоже на то, что она отправится в мид. Потому что Микки в составе команды ProDotaGaming, даже в свое время, если я не ошибаюсь, играл именно на мид позиции. Именно там он и появился. И этот же парень довольно часто использовал инвокера. Так что тут, скажем так, уже много всего наложилось. Этот парень умеет играть и против инвокера. И в принципе, бруда смотрится против имва весьма-весьма неплохо. Но проблема-то в том, что если будет квас-вэкс, если будут постоянные торнадо, то пауков фармить будет весьма неплохо инва. Но будет попроще ему. Если будет квас-экзорт инвокер, она его просто уничтожит вообще без каких-либо шансов. Там действительно инвокер будет аутсайдером. Я просто сколько ни вспомню такую дуэль. И вечно инвокеры проигрывали просто в ноль в бруде. И Рамзес побеждал этих инвокеров. Да любой практически исполнитель. И Матумба уничтожал этих инвокеров. Ну и такие, знаешь, одни из лучших исполнителей на бруде. Так что, как мы видим, инвокер все-таки в мид. Бруда, конечно, в мид против инвокера. Ой, как тяжело будет товарищу Кейсеру здесь ставить. Но посмотрим, насколько он готов. Луна по итогу идет в сложную линию. И, возможно, пойдет триплой. Здесь, в свою очередь, Кезу отправится на легкую линию на Веномансере. Против него также будет стоять Бизмастер. Ну и два саппорта пока рядом с ним. Но я думаю, тут будут какие-то замены. Эмбер Спирит не способен стоять против такой триплой. Он вообще ничего не доказывает. Поэтому нужно будет меняться как-то сингулярити. Вполне, может быть, отправят на верхнюю линию против Веномансера. Хоть каким-то образом можно будет простоять. С другой стороны, тоже неприятно. Как-никак, есть Гель, который тебя довольно сильно замедляет. И до появления Реминантов у тебя начинаются проблемы. И может по тебе настрелять. И физический урон у него весьма неплохой. В общем, пока еще не ясно, действительно, каким образом будет лучше расставить лейнинг. И это до сих пор подвешенный вопрос. Так, но пока есть Квас. Квас пока вот так. Обычно, когда инвокер экзортовый, он все-таки экзорты берет на первом уровне. Чтобы сразу был, если что, санстрайк. Чтобы сразу можно было где-то помочь. Не-не-не, здесь 100% надо Квас векс. Ну вот и посмотрим. Будет он это делать? А вдруг на втором векс не вкачает? Тогда мы удивимся. Есть вариант делать такой, знаешь, гибридный, скажем так, билд на инво. Для того, чтобы откидываться метеором. Там уже 100%. Сама Бруда очень много дамы получала и паучки умирали. Но, на мой взгляд, Торнадо смотрится прям намного круче. И прям вообще вне конкуренции с тем же самым метеором. Нужно останавливать еще и Эмбера, который будет носиться в замесе. Вообще контроля за счет одного лишь Леона. Нормальное количество облинг-пул. Плюс, если это будет Торнадо Вокер, так скажем, он также в этом отношении будет иметь вес. Ну и... Скорее вкачиваться Квас, потому что понимает, что уже с самого начала начнутся проблемы. Уже сейчас будут убивать. И Кейсер потихонечку будет проседать. Просто для Регена. Квас Век берет. Ну, все нормально. Значит, мы за него не так сильно будем бояться. Поэтому посмотрим, что происходит пока на других лайнах. Здесь Варлок очень сильно просел. Два ранч-персонажа, которые благодаря ауре Луны будут стоять хорошо. Крипов Луна будет, конечно, добивать в большом количестве. Эмбер немного потерпит. Сейчас плохой стан был от Сакс. Он не попадает по Эмбер-спириту. И не получилось. Его нормально похарасить. Сверху также мы видим дабла на даблу. И вот здесь, кстати, не совсем ясно, чья дабла более выигрышная. Ситуация, мне даже кажется, у Сингулярити. Она поинтереснее. Вот этот бестмастер, он в принципе кого угодно напрягает. Ну, хорошо. Клокер побежал. И цепляет. Ведь Рубика запер его в Коге. Виномансер с Гелем был. И Рубик должен погибать. В этой ситуации живет до последнего. Он будет размениваться. Пытаться, по крайней мере. Таким может не получиться. Пока не получается. Здесь топоры. Последнюю точку нужно нанести. Мизери бежит. Клокверк очень быстро передвигается. 312. Здесь 307. И только благодаря тому, что съел Манго Мастермайнд, он зарабатывает этот фраг. Весьма неплохо получилось. Счет 1-1. Пока ситуация на карте более-менее равная. Но вот Ксезу уже заставляет самую малость по потенциям. Погибает, которые играют против него. Опять же немного побоятся за самого этого парня. Пытается пока фармить. И фармит, конечно, по максимуму. Но не очень у него хорошо это получается. Потому что 6 крипов добито. И это далеко не самый лучший результат. В общем, фармит пока лучше команда Singularity. Причем на всех линиях. Да, и Бруда, и Мист, и Мембер тоже не сильно, что это думает. Так, подкоп есть по Солену. Солен откидывается. Что-то Уордом. Там, кстати, на миде уже вот такое вытворяет Майки. Он просто заходит... Не, он может себе позволить. Конечно, это Бруда. Там миллиард уже Пауков. Понятное дело, он будет рисковать. Понятное дело, он будет играть очень агрессивно. Кейсер просто должен терпеть. У него здесь нет возможности играть с позицией силы. Он все-таки без экзорта. У него не так много атаки. Поэтому он не сможет так же эффективно, как экзортовый инвокер, добивать крипов. Ну да, у него там есть когти. Но этого пока недостаточно. Откорость атаки, тем не менее. И он может все же пытаться закидывать торнадо почаще по Паукам для того, чтобы убить. С двух торнадо он 100% убивает. Хорошая позиция у Клокверка. Он в инвизе. Инвиз еще продлится какое-то время. Возможно, он успеет 3-й левел получить. Луна очень сильно проседает. У Луны могут быть проблемы. Она все-таки догорает на нижней линии. Неплохо. А Майки побежал. Майки побежал. А Кейсер просто спрятался и выжил. А сверху тоже экшен. Здесь уже Клокверк сумел подловить соперника. То есть будет сильнее пока. Мастер Майк погибнет. Пока неплохо Мизери все же спасает. За Денайл. Молодец. Башрук. Он сумел динать тиммейт. Это на самом деле здорово. 2-1. Счет по-прежнему остается. Очень близко было к тому, чтобы отдастся Бисту. Но Рубик все же спасает своего тиммейта. Не отдает золото врагу. Весьма-весьма приятно. Микки пока имеет соул ринг. Есть у него фласка. В принципе прорегенерировать он сможет. Если вдруг ему понадобится. Тем не менее регенерации хватает. И просто-напросто. Сверху снова экшен. Кезу забирают. Мастер Майнд пытается. Под батарееками хоть как-то жить и страдать. Скажем так. От магического дэмэджа. Но залетает физический дэмэдж. С его тумборов. И получается все же сделать очередное убийство Мастер Майда. Там были крипы. И он знал, что Рубик рядом. Поэтому, конечно, дрался до последнего. Бежать было бы менее эффективно. Он там мог и получить. А здесь несколько ударов сумел нанести по сопернику. За счет чего сразу два фрага оформляют. И начало на верхней линии. Ну, наверное, все-таки за Радиант. Чуть-чуть они совсем впереди. Да. И по крипам, если мы посмотрим. Здесь также у Сингулярити все в порядке. Бруда свою линию, как мы видим, выигрывает. Причем выигрывает уже почти в три раза. И динает больше. И вражеских крипов добивает больше. Разве что у Луны дела хорошо идут. Но тут линия слишком пассивная у Сингулярити. Они не способны пока Луне помешать. Так, в это время все же есть еще одно убийство на Мастер Майнде. И тут, ну, как бы продолжают, продолжают Клокер давить. Довольно-таки неплохо Мизери передвигается по карте. Побывал на Мидл Лейне. Попытался помочь хоть каким-то образом инвокеру против Бруды. Но не особо получилось. Тем не менее. А потом ушел наверх. И уже второй раз отправляется в таверну. Позиция классная у саппорта в Сингулярити. Они просто в спину заходят на Мизери. Мизери есть Коги, есть батарейки. Тут Торнадо, которое не слишком много времени выигрывает для саппорта команды Блингпул. И Мизери должен погибать. Так и есть. Это пятый фраг уже. И нужно забирать вышку Катапульта. Рядом много Пауков. Также Бруда сейчас сделает. Сулринг в наличии. Ну, все пытается сломать. Пытается сломать парней из... Ну, в идее, это были поляки до этого. Но сейчас это далеко не те парни. Все же немного другой тег. И с этим ничего не поделаешь. Напомню, что Сингулярити до этого подписывали команду, которая сейчас играет под тегом Kinguin. Вот. Тогда тот клик назывался еще совсем по-другому. Честно говоря, я даже не вспомню, как назывались поляки до того, как он подписал организацию. Ты помнишь, нет? Который сейчас Kinguin? Да. Да, да. Я тоже не помню, если честно, как они назывались. Я думаю, можно будет прочекать. Но сейчас не об этом, потому что в данный момент Бруда снесла уже Т1 вышку. Вообще бросили верхнюю линию Блингпул. Вот насколько же большое давление это Бруда оказывает, что Инвокер вынужден хоть что-то придумывать и перетягиваться на нижнюю линию. Я не знаю, будет ли он здесь стоять. Да, будет. Потому что Луна ушла сверху. Наверх бить крипов. Ну, а здесь Инвокер четвертого уровня. У Эмбера тоже четвертый. Попытались на него напасть. И хорошо есть Хекс. Сакс урона должно хватить. Торнадо приземляется. И нет, не хватает дэмэджа. Сам Сакс здесь чуть не пострадал. Шеду Уорд работает. Ну, а в миде Бруда побежала на Кезу. Кезу тоже может отъехать. У нее слишком много минус арморы. И Микки все же справляется с задачей забрать очередного вражеского героя. 6-2 пока в пользу команды Singularity. Ты посмотри, как они давят. Блестящий пик вот этой Бруды просто последний. Когда, ну вот мы сами видим, 56 на 9, 16 на 1 у Инвокера. У него несчастный четвертый уровень. Здесь уже восьмой. И конца края не видно фарму этой Бруды. Она продолжает отрываться. Если мы откроем вот эту табличку, то там мы увидим разницу уже в два раза в пользу мидера команды Singularity. Ну, Бруда это такой персонаж. Либо она сноуболится и выигрывает, доминирует, выигрывает. Либо она не доминирует и проигрывает. То есть, если Нетворс более-менее ровный получается, что у одного кора, что у другого кора, то Бруда находится в проигрышной ситуации. Обычно она должна фармить больше, пушить больше и действительно давить по линиям. Такой стиль игры команды Singularity. Просто есть герои, которые способны против нее стоять. А здесь они увидели, ага, а кто вообще Бруде что-то делает в начале? Да никто абсолютно. Ну, разве что Луна. Разве что Луна могла бы хоть каким-то образом посоперничать. Прям с натяжечкой. Но и то, да, то есть с первого уровня сто процентов не сможет. Там максимум уже левел с пятого начинается. Да, да, да. Когда Глоевы в двоечку есть, там, например, ну или что-то подобное. По-другому вообще нет никаких шансов. Нет, Глоевы, да, Глоевы хорошо работают против Пауков. Все же брони у них не особо-таки много. Покажи вообще Паучка. У него, по-моему, вообще сейчас нет брони, если я не ошибаюсь. Нет, Слышка. Дайте Паучков мне. Ноль брони. Да. Броню убрали и все. А у Луны атаки там очень мало, конечно же, на старте. Ты все равно не можешь свою ауру максить. Тебе нужно как-то приоритеты расставлять. Так, там снизу нет никакого экшена. Просто повесили фотобонс на двух героев. И на самом деле очень больно. Горят. Да. Чуть друг друга дамажит. Не половину хп сняли еще. Леону. Ну, как бы с акса нет, ехал сейчас там в Шедоу Ворд. Там до сих пор фотобонс висит. Сейчас закончится. Сейчас закончится, заканчивается. И пока что он живой. Как бы инвокеру здесь просто от крипов не поставить. Вот какого-то, знаешь, удара не хватило. Или двух, может быть, от Эмбера по инвокеру. Да, да, да. Тогда бы он мог погибнуть. Почему он, кстати, этого не сделал? Если бы инвокер сейчас подошел. Почему он решил не ел? Фисты были в кулдауне. Ну, не знал он о том, что Леон настолько сильно пробит. То есть, вижу, там не имеется. И не совсем понятно, сколько даже нанесется с Шедоу Ворда тому самому Леону. Хотя, с другой стороны, если бы это был Инт, если бы это были не квалны, а сам Инт, я уверен, что игроки бы считали подобное. Но пока до этого не доходит. Так, Доминатор я не понял, кому летит. Если это Бруде Доминатор, то это любопытно. Потому что Бруде первый на Этворс, а денег-то она потратила немного. Что-то мне подсказывает, что именно к ней этот артефакт сейчас должен прилететь. Потому что без мастера денег нет. Он, в принципе, закупился на свой максимум. И Бруда действительно с Доминатором. Десятый уровень у нее. Таланты пока никакие не взял. Вот, хотя, может, есть один скиллпоинт. Может быть, да, берет талант себе на ХП. Но выживаемость теперь повысилась. На такой стадии пока там нет уровней. Вообще причем нет уровней. Только один герой шестого левела. Здесь уже четыре героя шестого левела. Разница колоссальная. Если я открою график вот такой, то увидим 3000. На старте это действительно огромная цифра. И вот за счет этого сейчас просто не способны, блин, полу драться. А чем им драться? Ну хорошо у Луны ультимейт. Виномантер там, может быть, ультанет. Но здесь есть Варлок, который похилит. В общем, сложно будет. Старт в пользу. Сингулярити тут без вопросов. Микки под аркейн-руной набирает себе армию пауков. Очередную там кулдаун особо-таки небольшой. На верхней линии, мне кажется, сейчас могла бы быть стычка. Там Клокверк. Но Клокверк просто стоит, выжидает. Он и Клокверк отвечает, да. Нужен хукшот, нужен хукшот. После хукшота ты уже сможешь спокойно врываться на того же самого Инвокера. И Рубик. Точнее, извиняюсь, на Инвокера. На того же самого Эмера. Так, поднимает все-таки того самого Мизери. Мизери отправляется в таверну. Флейм Дуард от Эдамсона все же залетает. И весьма-весьма немало урона заходит по этому парню. Летят также еще и топоры. Ну и будут ломать Террин Тавар, ребята, из команды Сингулярити. Уже имеется преимущество в 3000. И линии выиграны командой Сингулярити. Это абсолютно точно. То есть 3000 преимущества на 12-й минуте, нам об этом говорят. Пытается также параллельно ломать Террин Тавар на нижней линии. Тут есть катапульты, и поэтому Тавар падает довольно-таки быстро. Мадара помогает. Аура работает. Все у команды схвачено. Пока еще не понятно. Ну, Блингпул, конечно, делает это помедленнее. И они делают это исключительно потому, что Сингулярити в данный момент гораздо сильнее в драке. С такой сильной брудой, с таким бестмастером. И Блингпул нежелательно в файты ввязываться вообще. Сплитпушить, пожалуйста. Пытаться забирать 3-1 вышки, отвечать на пуш соперника, пожалуйста. Но вот драться в открытом бою 5 на 5, наверное, нежелательно. Сейчас там и Голем уже появился. Там тоже, правда, у всех есть плитимейты. Но слева они как-то пострашнее смотрятся. Голем на ранней стадии. Эта штука серьезная. Да и рор уже есть у бестмастера. Отступают. Блингпул все правильно делает. Вообще не нужно сейчас что-то здесь мудрить. Нужно терпеть. Все же смотрится в лейте пик команды. Блингпул посильнее. На порядок. Ну, то есть Луна, очевидно, здесь самый сильный кэрри на карте. И она должна... Да и Бруда поздаст клейту. Да, да. То есть Бруду можно будет уже намного легче забирать. Сейчас она наберет себе довольно-таки немало количества артефактов. И с ней будут проблемы. Но так как Луна потом получит себе еще больше фарма, еще больше денег. И, может быть, даже догонит Бруду артефактам. Как персонаж, в принципе, она будет сильнее. С таким же количеством золота. Итак, Микки. Но очень-очень хочет забрать Кезу. Кезу выходит и, наверное, даже на это поймается. Пока что есть кукшот на нижней линии. Есть также еще и подкоп от Леона. Попытается забрать Рубика. Рубик отправляет с автоверду от Е-Бейнблокера. Но Микки все же оприходовал в данный момент вина Мансера. Да, и размен у нас получился в пользу Сингулярити. Все-таки Виномансер Корр, Рубик всего лишь саппорт. Сумели Т2-вышку Блингпул снести. И вроде как в этом плане все неплохо для них. Но они по-прежнему не дрались. Мы до сих пор не знаем, что произойдет в драке. И я думаю, еще очень скоро... Вернее, не скоро мы узнаем, когда что-то из драк произойдет. Я вот так смотрю. Эмбер Спирит тоже набирает. К нему, кстати, должно что-то прилететь. Почему-то мало у него слотов. Пайп. Это пайп для Эмбера. Я правильно понимаю? Нет, у него 2000. Тогда для кого это пайп? У Беста денег мне не хватило. У Бруды, судя по всему, пайп сейчас будет. Они хотят закончить очень рано. Это нестандартное решение. Не часто этот слот увидишь на этом герое. Вообще сборка нестандартная. Ну, то есть Доминатор, Пайп. Это не десной. Да, это профессиональная дота, ты знаешь. Это не БКБ. О стандарте на каких-то персонажах, которые появляются довольно-таки редко. И говорить-то сложно. Мне кажется, этот план родился вот прямо сейчас. Они увидели вот этот пик соперник. Они взяли Бруду и подумали, ага, ребят, мы в лейте как бы не сможем ничего. Ну, давайте попробуем вот так респовывать. Ну, там инвокер, там, когда мальсер, Пайп все равно был нужен. И решили, что Бруде будет собрать его намного легче, чем кому-либо другому. Быстрее. Или даже не легче, быстрее. Потому что, ну, бестмастер у него несколько другие приоритеты. Он вот блин хочет взять и врываться на инвокер и выключать его из файта быстро. Гораздо эффективнее будет, чем он пайп соберет. А Эмбер, ну, пока не добирается до инвокера, как мы видим. В общем, мне нравится все, что делают сейчас ангулярики. Мне нравится их идея, мне нравится их пока что исполнение. Мизери. Он пока не подставляется. Да, Мизери все же довольно-таки плотный персонаж. Тем не менее, по-крутое может тоже разлететься. Пока что есть голем. Будут пытаться пробивать Кезу. Кезу уже довольно сильно пробили. Есть также еще и Рорк. Кезу отправляется в таверну. Ну, и нужно отойти. Нужно отойти. И не подставится сейчас также еще и Микки. Микки не подставляется. Просто спокойно отсюда отходит. Пайп прожимается. И Девершни, особенно-таки, залетает от парней из команды Блинкпул. Так, ну, они зашли под Т3. Они убили Виномантера. Никого не потеряли. Я смотрю, ничего абсолютно не выбили, да, кроме хукшота. Ну, там кулдаун небольшой, поэтому Блинкпул сумеют переждать все это дело. И будут полностью готовы к следующей драке. Здесь Мэн Штром. 700 золота. Не самый плотный Импер Спирит. Пока у него, ну, вот мы видим, это же талант себе взял на урон. То есть выживаемость в любом случае будет хромать. Так, паузы. У меня уже, знаешь, начинается... Дежавю. У меня глаз начинает дергаться, когда я вижу такие вещи. Благо здесь не вылет какой-то, а просто проблемы с мышкой. Ну, бывает. Такое бывает. Это нормально. И это, в принципе, не критично. Ни в коем случае, не во время файта ставятся паузы. Напомню, что если вдруг вы смотрели регион Южной Америки, вы и так все знаете. Но если кто-то не смотрел, то, друзья... Не смотрите. Всегда. Если кто-то не смотрел, не смотрите. Проблемы с подключением игроков. Что из Перу, что из Бразилии. Там SG довольно-таки часто вылетали вчера. И те же самые ребята из Thunder Predator тоже... Ну, было у них такое. Были замечены за такими проблемами. 3000. Смешные 3000. И Рошан до сих пор живой. Скорость убийства Рошана в Singularity мы примерно понимаем какая. Они просто зайдут и убьют его там с минус армором. А вот что касается Blink Pool, захотят ли они там подраться? В теории вот с таким сетапом, с таким инвокером они могут себе это позволить. Там прилетит Метеор, там прилетит весь его проказ. Туда может зайти Луна, Виномансер. Весь его проказ состоит из трех киллов на данный момент, потому что он безогоним. Безусловно. Но это уже внушительный урон. Да, понятное дело, большую часть может Пайп, например, на себя принять. Но вот так просто отдавать Эггис тоже, конечно, не хочется. Конечно, можно сделать, чтобы не рисковать, но не хочется от слова совсем. Ловят Варлока и выигрывают таким образом время в Blink Pool. Без Варлока никуда соперник не пойдет. Да и на Рошана пока не сильно посматривает. Смотрю, где они только не располагаются. Но точно не у Рошана, а здесь Мизери. Могут найти, Мастермайнд. То есть вот Ашоу в Мизере. Да, есть Рор и врывается. Все-таки Адамс неплохо получается для команды. Вот название Singularity. Что же, Микки продолжает фармить. Микки какие артефакты сейчас имеет? На, доделывает. У него 2500. Будет ли это Дизоль? Каким-то Радианс, может быть, даже. Либо Радианс, либо Дизоль. Мне кажется, вот по такой игре можно БКБ просто прямо сейчас купить. И у него урона-то хватит с ультимейтом, да? Да. Там приличное количество. А БКБ ты покупаешь, ты вообще неуязвимым становишься. Нет никакой физики в данный момент. Луны будет не хватать. А магии там просто огромное количество. Так там в миде. Я думаю, так он и поступит. Проблемы могут быть у кейсера. Хотя Кулдснэп. Посмотри, как же Кулдснэп работает против Инбокера. Больно. Но все же остается в живых кейсер. Террбик в себя поверил. Слишком вроде саппорт и дерется против Кридера. Это было не так. Ну, пытался на самом деле, на самом деле, отдулся довольно кисленно пробить Кридер. И там Мадара. Правда, вот оказался рядом. Сейчас еще и забрали Крипа. А вот это уже неприятно. Крип с Доминатора. Крип умирает. И это дополнительное золото для ребят из Сингулярити. Сингулярити и так лидирует в 3000. Тем не менее, забирают Рошана. Имеется Аегис для Бруды. И вот с Брудой можно будет сахарить на ХГ. Неплохо будет Форсет Файт перед этим. Кирасу он придумал себе вместо Блокинг Бара. Но пока есть Аегис. Ладно, у тебя там две жизни. Можно сыграть как-то больше на Ауры, на быстрый пуш, если получится драку выиграть. А учитывая, что появился Блинк Даггер на Эмбере, цеплять Инвокера теперь есть чем. Что у Луны с Блокинг Баром? Его пока нет. И все, вот теперь есть. Покупает она себе Свиток. Митрилхаммер имеется. И теперь не знают об этом Сингулярити. И Блинк Пул, конечно, могут попытаться этим воспользоваться. Луна зайдет спокойненько. Ой, хорошо. Находит Виномайтера. Очень важный герой. Не дать ему кастомную тюльту. Не дать кастомную тюльту. Откинулся Гелем. А он не стал. И все. Он не стал кастовать. Да, нет, тут никакого смысла. Потому что отойдут просто Сингулярити отхилиться. Никто их ловить не будет. Вот это важная штука. Сакамат находится абсолютно в другом месте. И Рубик. Это очень важно. Это так сильно помогает при заходе на хэгграунд, что сейчас, мне кажется, у команды Блинк Пул просто нет шансов задефить свою сторону. Невероятно сильно. Микки пушат. Есть пока подкоп от Леона. Отличный выйдет Микки. Еще и четвертого левела эти ворды. Теперь они еще сильнее напрягают. Т-3, да. Нужно ломать. Пока нет вина мантера. Он с ультом. Нужно делать 10 секунд. Буки просто смотри, как они умирают. Там пара гладьевов залетела. И то даже не из первоисточника. И дэмэджа все это дело нанесло очень и очень немало. Осталось 3 пучка всего. Показали сигнал. Нарисовали, что давайте побежим вниз. И вот Бисмастер уже летит туда. Все-таки рисковать не хотят. Ребята, ну что им необходимо для того, чтобы иметь возможность зайти прямо сейчас? Хорошо. Аегис есть. Кирасу. Ну, не факт, что, кстати, успеет купить. Хотя денег много. 4 тысячи. У Бисмастера по ключевым слотам есть все базовое. И до следующего слота ему достаточно далеко. Варлок понятно. Импер Спирит. Да тоже понятно. Не ждать же Линкен Сферу. А время играет не в пользу команды Сингулярити. Блингпул, конечно, хотят затерпеть. И хотят распармить свою луну, у которой пока есть слоты на выживаемость. Но нет толком слотов на урон. Хотя урон и так приличный. Две сотни. Ну, вот инвокер очень хорошо, на самом деле, дефит базу. Сумитар надо. Тем более квасовый эксовый. И просто будет отпушивать, пытаться. Да посмотрим, когда там инвокер появится. Галим. Инвокер довольно скоро должен его, по идее, сделать. Ну, там две тысячи осталось. Надо фармить побыстрее. Ну, инвокер сложно фармить. Без мидаса. Опять же, если нет никакого сноубола. Если команда не дерется и не делает киллы. Пока только пять убийств имеется за командой Блинкпул. И он со слистов ничего не получает. Да, и он не купил мидас. Но это квас векс инвокер. Он пореже мидас покупает. Плюс правильно ты отметил. Киллы не производятся. С анстрайками он ничего не делая халявы не получает. Поэтому, конечно, фармит он на порядок медленнее. Вот эти 7 тысяч против 12. Там чуть ли не двукратное отставание. И по левелу примерно такое же, если по количественной экспы посмотреть. Так, ну и заходят. Глиф прожимается. Глиф есть. И немного выиграют времени. Луна уже вплотную к 3 приближается. Но я думаю, пока обращать на нее внимание не стоит. Она, конечно, быстро... А, она еще чуть-чуть не быстрее ломает. Но здесь размен пойдет. Неужели сторонами? Вот это любопытно. Будет ли какой-то телепорт. И не дадут. Это телепорт сделать. Тут прыгают или он, или он минус. Так что тепляет виномайсера, который может улетануть перед смертью. И он это делает, инвокер, пока прокат станет хорошо и боги какие. Но пайп. Пайп все это позволяет перетерпеть. И голем сверху на двоих приземляется. Но все же убивает Эмбер Спирита. Эмбер в таверне. И без Эмбера Затенко играл уже не получилось. Два байбэка выбили. Ну, это уже неплохо. Минус 3-3 тавер, минус 2 байбэка. Парни из Фингулярити делают себе весьма неплохое заделанное будущее. В это время все-таки на нижней линии пушит катапульт. И надо бы что-то с ней сделать. И бист уже на базе. Так что не помешает хоть каким-то образом это дело оттушить. Да, он направляется. Ну, Эмбера нет. В любом случае его ждать. Без него вы не пойдете. Вы развели на два байбэка. Это уже неплохо. Аегис не разменяли. Но он закончится, скорее всего. А вот к следующему заходу Кираса вполне может появиться. Что касается Бестмастера. Здесь будет Владмирс. Исключительно все на ауры. Берут на какие-то командные слоты. Которые позволят более эффективно и надежно заходить на хайграунд. Но тут вабанг. По-моему, это полнейший вабанг. Потому что, если они этого не сделают в ближайшие минуты, то защитятся и затерпят просто их соперники. Ой, как плохо. В меньшинстве оказываются сингулярики. И могут потерять сейчас груду. А, там и Егис. Можно разменивать. Саксы грызут пауки. Саксы такими темпами. Может так и хотят делать телепорт. Пока Саксы. Все еще жив. Ну, неплохо, если демаджер с тех же самых паталбандов. В это время есть ЕМП по МИК. МИК получает также еще и глипсик лицо. Но, ну, ультимейт скоро ли отгадешься к этому груду. Начинаются проблемы. Клокерок отправляется в таверну. Мадара может цеплять здесь пару героев. Ну, Мадара не может. Может Адамса. Адамса собирается сейчас с глипсиками. И Мадара пытается сделать телепорт отсюда. Мадару. И Мадару тоже сбивает. Какой же красавчик Башрук. Да. Он красавчик. И он может догнать. Вообще у Луны нельзя. А все, Луна оберла. То есть, ЕМП в салт-лисах нет никакого смысла. Там Эмбер ее свяжет. У Луны нет плохих скиллов. Там всего два и любой эффективный. Рубику прям всегда можно таргет выбирать Луну. Ой. Так. Ой. Неприятно. Да. Ну, это самар 5 позиции. Еще там без Голема. Ты видел, как близко было к тому, чтобы просто Крипл добил своим стомпом? И Голема нет у него, поэтому он не так нужен. А вот отсутствие Веника с ультимейтом и отсутствие Луны, что самое главное, возможно, не позволит команде Блинк Пул отбить эту сторону и не обращать внимания на ранжевой барак. Конечно, нужно пытаться сломать милишный. Тут Владмирс есть по деньгам, его нужно купить. Пайп не в кулдауне. Что самое важное, Кираса уже имеется. Аура Бестмастера третьего левела. Там Самоны у него вкачаны по максимуму. И здесь, ладно, здесь пока бим. Варды вот прямо сейчас бы, конечно, больше зашли. Но мы помним, что этот бим уже дал этому Рубику. И ульт включается. И грызет, и грызет. И, скорее всего, доделает свою работу. Так, там нападение на Леона, который зачем-то спину обошел. Отчаянный парень, конечно. Странное, странное очень движение. Вообще непонятно, зачем сделанное. Потому что Баттамсону был дан Хекс. И мы же ничего не делали с этим Баттамсом. Зачем? Мистер Андерса, зачем вы боретесь? Почему? Ради чего? И сразу, посмотри, перегруппировались. Пошли бить Шрайан. Не теряют на это время. Видят, что там Виномальтер появился. Луна появилась. И нужно максимально эффективно этим временем воспользоваться. Снесли. Заработали деньги. Владмер слетит. Здесь БКБ сейчас будет. И теперь еще и Эмбера сложно будет остановить. Он будет носиться по драке. Нет ничего просто против Блокингбара. Ну, такого, чтобы надолго его остановило. Ну, Эмбер, на самом деле, конечно, по демо же сейчас не особо пустится. Кезу с ультимейтом. Кезу нужно убивать. И Кезу не ультует. Он умирает. И байбэк мы его смотрим. Так не вкультовать там. Нет байбэк. Ты ультанешь паучков, ультанешь Микки. И Микки спокойно отхилится. А с паучком ничего не случится. То есть от того, что ты их потерял, в принципе, ничего не изменится. Ладно. 30 секунд до появления Витамальсера. И вот только к этому моменту, наверное, можно будет отойти. Ребята, у нас команда Сингулярити. Пока надо пушить. Получает бим в лицо Микки. Будет ли врываться Бист. Бист близок. Близок. Потому что ворваться. На самом деле, неплохо было бы за Фоксом какую-нибудь Луну, если она выйдет достаточно далеко. Пока цеплят Мизери. Мизери. Пока что Праймил Рорк на него не тратят. Но Мизери идет. Мизери идет. Подобхиллом очень медленно. Саксо также довольно сильно замедленный. Есть МП. И все. Микки отошел. Майки без маны абсолютно. Есть, конечно, Солринг. Но этого не хватит. Ультимейт в кулдауне. Но они снесли 70% вышки. Вышка у нас не регенится. Поэтому заход можно чуть попозже повторить. Через 20 секунд мы узнаем, когда появится Рошан. Перевес в 6000. Но самое главное, нет деньги. А вот эта штука. Бараков нет первых. Блинк Пул. Ну, это значит, опять же, дает чуть больше пространства для фарма команде Singularity. Во-первых, у них линия пушится. Во-вторых, их нет вообще в верхнем лесу, на верхней линии даже Тирглотавора. И там уже скоро будут Тир-3 падать. Так что абсолютно весь лес это их территория. Но внизу, с другой стороны, тоже нет никаких Тирглов у ребят с Singularity. Так что там можно спокойно фармить какая-нибудь Луна пытаться. И она именно туда и направляется. Ты посмотри. Инвокер уже там. Там нет Т-3. И если как-то слишком увлекутся атакой Singularity... А вот сейчас может быть интересно и может быть опасно для команды Singularity. Потому что агонимный инвокер добавляет очень-очень много силы этому персонажу. И мы с вами сейчас посмотрим, на что он способен. 20 секунд. Важный момент. И прямо сейчас можно крипат, например, завести туда. Пусть он там стоит и дождется появление Рошана. Но нет. Биггуд игнорирует пока его. Эмбер переключается на нижнюю линию. Но он без Boots of Travel. В этот раз с ПТ мы этого героя видим. Поэтому он не может так дешево перемещаться вниз. Постоянно придется ремнанты тратить. И, конечно, акцент нужно Блинпул делать именно на нижнюю линию. То есть постоянно ее толкать. Постоянно напрягать. Потому что бараки близко. Любая ошибка и бараки эти можно снести. Майки. Майки без БКБ. Его уборят. Это проблема. БКБ не имеется, конечно. Да, действительно. Включать ул ты грызть. Нет. Не успеет. Ничего. Его законтролили просто весь байт. Байбэк пошел. Он хочет вернуться в эту драку. И там Матару грызут паучки. И вот она Адамсон просто уничтожает двух саппортов. Дальше Кейсера желательно поймать. Кейсер бежит со всех ног. И Матару. Кейсер. Все. Есть. Есть чинов. Я думал, убьет чинов. Но нет. Пока только приходится чекать с флеймгуарда. Получили забрать Кейсера. Кейсер все уже убежал. В XS. В 20 нет смысла просто ломать. Нету луны 60 секунд. И это значит, что спокойно можно сделать как минимум минус 1. Байбэк только у Клокверка, который и так через 20 секунд появится. Но он, конечно, выкупается. Потому что тут вариантов больше нет. Есть байбэк у Инвокера, но он живой. И 40 секунд одного героя нет. 20 другого, и у обоих нет ультимейтов. Нужно ломать. Ну нет, или милишный. Я не знаю. Милишный нужно ломать здесь. Потому что времени вагон просто. На одного человека больше. И там два саппорта из всего. О, как же больно сейчас было. Минус два саппорта. Это конец. Это все. Это просто одна пропрыжечка от Эмбера. И минус саппорта. Хотя погоди. Какой конец. У нас здесь Т1 стоит. Да. Все. Забираю свои слова обратно. Они сносят просто вторую сторону. И отступают. Отступают для того, чтобы зайти вот сюда. За угол. Забрать сыра Аегис. Байбэка, напомню. Нету. Брудмазер. У Луны. Не хватает денег. Ну, байбэк будет. Следующие драки наверняка. Ну что, следующим артефактом Хекс на Бруде довольно интересно. Ну, это для того, чтобы убивать Луну еще легче. Для того, чтобы убивать того же сам Винфокера. Вообще, вчера посмотрели за мипа от команды Тандр. Билдейтер в Южной Америке. Напомню, что этот мипа был с макросами, как обсуждают сейчас на форумах. И команда Тандр будет дисквалифицирована. Зачем ты спойлеришь? Я же на первой карте сказал, что я расскажу попозже на Южной Америке. Всю интригу бил. Ну, ладно, надеюсь, народу будет побольше на Южной Америке. И там я расскажу все с нуля. Да, друзья, сегодня будем 7 часов начинать. Мы до сих пор не знаем, какой там будет результат. И будет он наказан. Сакса. Ой-ой-ой. Сакса, ну, добейте его. Мизери. Сакса. Получается же палец лицо. Свой же палец предательский. Ну, вообще, пока очень хорошо отыгрывает Рубик. Варлока, правда, пробивает Патарина Мадара. Адмсон берется вовсю и пробивает также еще и Мизери. Извиняюсь, не Мизери, конечно, Инвокера. Инвокер умирает. Инвокер будет с байбэком 50 секунд. И Луна. Капаем минус Луна. Луна без байбэка денег не хватает, но они накапают. Но там минус 5, возможно, сейчас окажется. Мизери пытается жить. Телекинез есть, его возвращают. Грызут всем, чем можно, минус Мизери. Две стороны пушатся. Но я думаю, прямо сейчас, либо... Ну, там 3 байбэка. Ладно, хорошо. Даем возможность еще команде Блингфунт поиграть. Да не-не-не, на самом деле уже сложно. Очень сложно будет камбэкать. Имеется ультимейт у Бруды. Имеется также еще и Рубик. Что свалил Рубик? Вот этот вот интересный момент. Если палец до сих пор. Да, да. Да, палец, но там КД. Ладно, просто ломать, 4 табра заходят. Просто-напросто наносит максимум дэмэджа. Тут армия пауков. Байбэки сразу же пошли от команды Блингпул. И откидываются хоть чем возможно. Есть также еще торнадо по Бистмастеру. Бистмастер продолжает ломать трон своими суммонами. Но пора бы уже переключаться. Пора переключаться. Переключаться на минус Монсера. Виноватер умирает без байбэка. Клипс пошел от Мадары. Мадара доносит очень много дэмэджа. И такими темпами умрет Санки Брутана. Только лишь Аигис. Сам Мадара отправляет софтоверну. Без байбэка 80 секунд. Все. Это должен быть конец. Если вы, конечно, сейчас будете делать рэмэдж. Да. Это как я. Вот такие у нас интересные расклады в первых матчах. И Блингпул со своим звездным составом проигрывает первую карту. И товарищи Кинген проиграли первую карту. И вообще все будет очень запутано. Ну вот реально. Я в своем прогнозе для одного новостного портала дал такую мысль, что OG возьмут, наверное, 20% вероятности, что они пройдут на International и займут первое место. А вот остальные 80 я разделил между семью командами. Там получилось 20% в 11 на каждую другую. Это примерные цифры. Но вот примерно так я оцениваю вот эти квалификации. Потому что я не могу дать кому-то больше 20% шанс пройти. Потому что они реально непредсказуемы. Все будут обыгрывать всех. Я очень удивлюсь, если хоть одна команда закончит группу 7-0. Да, на квалах Европы действительно интриги очень и очень немало. И многие списывали квалы со счетов. Думали, что вот СНГ прошло. Больше ничего интересного далее не будет. Тем не менее, друзья, основной регион для нас это Европа. Именно за ним мы с вами следим на Первом канале. И смотрим его в прайм-тайм. Конечно же, друзья, тут большое количество коллективов, которые играют весьма-весьма неплохо. Что OG, как ты уже сказал, ты их поставил фаворитами. Что есть, например, микс открытых квалификаций Wind & Rain, mix forever.